Всем привет, друзья! Сегодня мы будем играть Фрэнк Боу. Единственное... Ну, как бы, Фрэнк Боу, то есть имя. Имя... Её. Наверное. Единственный человек, который... Я знаю, которого фамилия Боу. Ну, не лично, конечно, но просто... Просто я знаю, что есть Клар Боу. Ну, в общем, ладно. Вот. У нас новая игра. Всё понятно. Всё хорошо. Я словно на небесах. Я вижу своих родителей. Они выглядят счастливыми. У них для меня подарок. Интересно. Это кот. Такой милый и красивый. Тёмный, как глубокая ночь. Это мистер полночь. Мой лучший друг. Мой единственный друг. Мы ужинаем. Я вижу тётю Грейс. Она мне очень нравится. Сегодня пятница. Мои родители уезжают. Тётя Грейс заботится обо мне. Ай, кошачка. Нам так весело. Сейчас вечер понедельника. Я играю с мистером полночи. Мне почему-то тревожно. Странное существо за моим окном. Это дьявол. Она мне не нравится. Она меня пугает. Внезапно я что-то слышу. Я тоже что-то слышу. Это мама. Она кричит. Я хочу узнать, что произошло. Из комнаты моих родителей горит яркий свет. Я подхожу ближе. И ближе. Мама. Папа. Что произошло? Нет, пожалуйста. Мамочка. Папочка. Она побежала в лес. Блин, почему так грустно? Фрэн, пожалуйста, слушай мой голос. На счет три ты проснешься. Раз. Два. Фрэн, как ты себя чувствуешь? Думаю, я в порядке. Мне хочется умереть. Думаю, я в порядке. Только грустно видеть одно и то же. Грусть является нашей неотъемлемой частью. Хочу найти убийца. Я хочу домой. И туда, и туда, и туда я хочу. Ну, ладно. Домой, наверное, сначала. Тебе нельзя домой, Фрэн. Ты должна выздороветь. Мне нужен мой кот. Я не сумасшедшая. Мне нужен мой кот. Ты должна выбраться отсюда. Мне нужен мой кот. Твой кот пропал. Его невозможно вернуть. А пока у меня есть кое-что для тебя, Фрэн. Правда? Видишь, стол. Там небольшая посылка для тебя. Это от тети Грейс. Возьми. Давай возьмем. Сумочка моей мамы. Открой ее. Там внутри что-то есть. Дорогая Фрэн, вот твоя любимая сумочка. Мне кажется, что ты бы хотела иметь ее у себя. Когда я размышляла о тебе, я вспомнила, что тебе нравится изучать предметы и объединять их с другими. Поэтому я надеюсь, что ты оставишь эту сумочку и будешь складывать в нее все то, что планируешь использовать. Тогда не забывай, что изобретательность это величайший твой дар. С любого тети Грейс. Она беспокоится за тебя. Я тоже беспокоюсь, ведь я не сумасшедшая, но все еще здесь. Прекрати, ты вышла из-под контроля, юная леди. Я могу идти? Да, можешь идти, но сперва время принять новое лекарство. Новое лекарство. Лекарство называется Дуотин. Оно сделает тебя очень спокойной, сестра. Мы готовы. Какая-то неожиданная. Что нового, доктор Дирн? Вообще-то ничего. Те же видения, что и прежде. Понятно. Держи, Фрэн, прими свое лекарство. У нас мало времени, Фрэн. Прими таблетки сейчас же. Что-то успокойся. Сам нервный какой-то. Неплохо. Что записываешь-то? Какая измерка. Только не это, отнесите ее обратно в комнату. И сестра, больше не давайте ей эти таблетки. Я тебе что, подопытный кролик что ли? Что? Берегись, Фрэн Боуа. Это не так просто. Если ты покинешь дом безумия, я найду тебя. Поймаю. И верну обратно в безумие. Фрэн, проснись. Мне кажется, поможет тебе сбежать. Кто-то, ты знаешь. Я буду ждать тебя в лесу. Я с котом разговариваю? Я люблю тебя. Лава первая. Мой здравый разум. Я все еще здесь. Отвратительное место. Я должна выбраться отсюда. Я могу обойти и посмотреть, что с другой стороны. Чувак, привет. Привет, Фил. Привет. Знаешь, где выход? Знаешь, как отсюда выбраться? Есть много способов выбраться. Что, философ, что ли? Все закрыто. Да, ну все закрыто. Конечно. Но кабинет это ключ. Что ты имеешь в виду? Кабинет? О чем-то. Я видел, как досклер записал секретный код. Секретный код? Чтобы открыть желтую дверь? Он не хочет, чтобы я тебе говорила. Я понимаю, что это доктор не хочет. Он. Все двери закрыты. Ты заложница моих игр. Никто не поможет тебе сбежать. Поставь меня в покое. Я тебя ненавижу. Мамочка, папочка, вы мне так нужны сейчас. Нет, я не позволю монстру мне помешать. Правильно. Деревянный мистер конь. Вы хорошо проводите время. Раньше у меня было синее платье. Как у тебя? Если я сяду, то в конце концов встану. Так в чем смысл? Так, с тобой поговорили. А, Мишка. Надеюсь, тебе кто-нибудь любит. Ах, секретная шкатулка. Тсс. Секретная шкатулка. Она открыта. Ключ. Он, безусловно, что-то откроет. Классно. Так, это что? Дело Тахера Цифр. Имя Фрэмбоу Деггенхарт. Возраст 10. Полуженский. История болезни. Специально была найдена далеко от психиатрической клиники Освальда с признаками психоза. Семейная трагедия. Вовод и Генхарт. Далее избегают. Лечение. Доктор Марсель Дирн. Спробовал различные лекарства, но отменил их прием из-за побочных эффектов. 26 июля 1944 года. Я получу твой нос. Получу. Заперто. Хорошая причина знать, что внутри. Тогда мы узнаем. Да, да. Получилось. Внутри что-то есть. Что же? Моя дорогая семья. Я буду хранить это с сыной своей жизни. Я так, по-моему, скучаю. А вы мне здесь очень нужны. Я найду своего котика и отправлюсь к тебе, тетя Крейс. Я знаю, что тетя Крейс хорошо позаботится обо мне и мистере Полноч. Хочу, чтобы мои родители были живы. Это все. Моя заколка. Нужно найти ей хорошее применение. Крыть ей дверь, как во всех шпионских фильмах. Ах, милая, приятная мелодия. Ага. Этот звук сверст мне с ума, если честно. Ой, ничего себе, что-то упало. Удобный грюк. Оставлю его, чтобы позже поиграть в пиратов. Золотая грюка, грюка. Оставлю его со шторой. Ага. Башня обороны. Ты попалась сумасшедшая под именем Френ? Или это оборонная башня? Кажется, это мой путь наружу. Нифига за тобой сцедят тут. Кажется, я сломала штору. Наконец-то я могу вырунуть наружу. Я уже посмотрела наружу. Мои ноги в порядке. Как логично. Это что, где было записано сейчас? А, это ты пишешь. Пустая бутылка, пустые стаканы. Ничего. То есть я вообще фиолетово то, что я тут как бы лазил. Палоденце, палоденце. А они мне нужны. Почему это мне нужно? Не думаю, что мне что-то из этого нужно. Я поняла твой намек уже. Спасибо. Ах, я хочу знать, что она пишет. Мне любопытно. Подойди сзади. Думаю, мне сестра никогда бы не позволяла мне что-то трогать. Френ, ты проснулась. Хорошо. Лука спала. Что-то просто интересно. Возможно, три дня. Херюся. Это из-за лекарств? Я сонная из-за лекарства? Да, из-за него. Поэтому ты больше не будешь его принимать. А я что-то... Котик велел мне его принимать. О, забыла. Кое-что случилось. Видишь, у тебя не неприятность. И что там? Ой, уже злая бабка. Ничего. А, то есть надо было договорить. Сестра, кое-что случилось. Видишь, у тебя... Да. Придется признаться. Я пыталась посмотреть в окно, и случайно сломала штору. Ну-ну, случайно. Нужно все исправить. Следуй за мной. Следуй за мной. Почему нельзя? Чего-то не хватает. Ты видел округ, на котором держалась шторы? Ничего не видела? Нет, мисс, я ничего не видела. Что ж, мне придется чем-то его заменить. Ты, мелкая девчонка. Тяжелая травма может оказать большое влияние на ребенка, полностью изменив его привычную жизнь. Например, дети после травмы могут страдать в нелегкой или тяжелой степени от нехватки таких умений, как доверять окружающим людям, считать мир безопасным местом, принимать решения и т.д. Из-за этих последствий некоторые травмы могут принести к ряду симптомов серьезного психологического заболевания. Например, недоверие к окружающему и неспособность чувствовать себя в безопасности могут быть признаками паранойи. Лобная доля... Да, это медицина, короче. Да ладно. Минсестра Глэдис Ханна. Пациент Фрэнбол Даггенхарт. Поведение пациента. Пациент почти все время спит. Она просыпается только, чтобы попить. Но я не думаю, что она это признает. Выпив воды, она снова засыпает. Блин, такой странный почерк, похож на мой. Уже... Уже три дня она ни с кем не... ...общалась. Почему я с пациентом пообщалась? Насколько... Насколько что-то приходишь и спрашиваешь о том, когда она пойдет с ними поговорить. Дотин... ...восемь аш. Это, это. Возьму эти пластыри, чтобы остановить кровь. Какую кровь у тебя есть? Фу-ау-у-у-у-у. Что тут лежит? Лекарство, но оно закрыто. Боже мой, это ужасно. Зачем она медсестре? Она хочет убить всех вас всех? Я ставлю еще как было. Мне... В самом деле, нужно убираться отсюда. В смысле? А, ладно. А где медсестра? Че-че-че, посмотри тоже. Ммм, сложно что-то разглядеть. Это детская площадка. Возможно, кто-то уже пытался выпрыгнуть в это окно. Возможно. Я не могу посмотреть в это окно. Я понимаю. Детская площадка. Доброй ночи, деревья и луна. Уверена, это не лучший путь для побега. Ммм, мне нравится штука с кроликом. У нее кружится голова. Че дальше? А, там дверь была точно. Конечно, закрыто. Все еще закрыто. А, точно, изучить. Хороший пластер для лечения ран. У меня таблетки внутри. Я знаю, мне нужно взломать код. Подходит, ну, тут два отверстия. Нужно что-то еще. Грюк. Не работает. А, форма не подходит. Пусть я больше, я бы снесла ее. Надо еще где-то какую-нибудь штучку найти. Да стопы долго где-то у медсестры валяется. Вон, возьми ложку. А, это никакая херня. Не хочу взять пистик. А, туда почему нельзя пройти? А, туда почему нельзя пройти? Маленькие красные прячетесь от меня. Я ненавижу монстра. Я должна найти мистера Полночь. Мне нужно найти его сейчас. Я скучаю по котику. Он прячется, потому что боится. Он сказал, что лекарство покажет мне, где он. Прими лекарство. На себе используй. Да не на кровати же. А это что? А, ее таблетки там. А, это что? А, это пластырь. Я перепутала. Надеюсь, он не упоет мне на голову, пока я сплю. Я тоже потом подумала, что эта фигня может упасть на бушку. Че, ты мне еще что-нибудь скажешь? Ты смогла найти кот доктора? Кот надо найти. Точно. Да меня только сейчас дошло. Вот этот кот, что ли? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Че? Почему фу? Ой, я так же иногда по коту пишу. А че дату не написали? А, она может не успела. У сестры ужасный почерк. Я разобрала только три слова. Крайан спит и дуатиль. Ну, я чуть больше разобрала. Все, я залипла. Я не знаю, что делать больше. Я не знаю, что делать больше. Кажется, я сломала штору. Наконец-то. Не хочу, я только проснулась. Вещик пуст. Я могу обойти и посударить, что с другой стороны. Я тоже не знаю, для чего он, для чего-то. А-а-а-а, да ладно. Да чё ж я раньше не посмотрела-то, я думаю, чё за кот-то ещё? А я думаю, ещё чё, медсестра не пришла. Ладно, пойдём. Ай. В принципе, так плохо. Ну вот и всё это очень легко было. Таблетки. Котик сказал, что они мне помогут. Таблетки. Это была не я. Писец. Провь. Провь. Найди его. Группы какие-то. Чё зовут? Ты спишь, мегакролик? Я не могу сказать ей, что нет. Это моя голова. А дайте мне мою голову, пожалуйста. Таблетки. Нет, ни в коем случае вы не можете ей этого рассказать. Но она должна знать, вы не можете скрывать её от меня. Причина более чем ясна, Грейс. А, это что-то Грейс. Нет, это не так. Я хочу забрать её домой. Сейчас же. Нельзя. Её психическое состояние ещё не нормализовалось. Котик Доктор, понял. Чё ты валяешься? Встань. Крупа какие? Ну, на самом деле, дорогая тети Грейс. Интересно, что она хочет мне рассказать? Что мы? У Доктора нет души, сегодня вечером я иду домой. Путь к счастью. Почему ты на меня так смотришь? Ты меня пугаешь. Фил играет с своим дядей. Дядя безумен. Безумен! Деревянный мистер конь. Хорошо проводите время. Привет. Нет, ваша голова. Попробую вернуть ее на место. Ты можешь видеть. О, давайте его историю почитаем. Цент номер поменьше. Имя Филмар Браунстоун. Возраст 8, полмужской. История болезни. Пациент прибыл в психиатрическую клинику Освальда вместе со своей матерью. Рейчел Браунстоун. У мачка развелось параноидальное поведение. Паранойя еще не диагностирована. Лечение. Ежедневная терапия у доктора Марселя Тирна. Марселя Тирна. Мы еще не добились доверия пациента. Он отказывается отвечать на вопросы. 6 апреля 1944. Почему такие страшные звуки появляются, когда я глотаю, когда я глотаю тараканы полные? Иди осторожно. Привет, мисс, миссистера. Вы в порядке? Это ты сказал? Пустая бутылка после стакана. Ничего. Ничего не изменилось. Простите, леди, миссистра. Это может пригодиться. Точно! Все! Все, короче. Тебя рот немного в кровитых порядке. Брайся, жуткое существо. Все, мы, короче, счастье сделаем. Да, навстречу счастью. Женский туалет. Брон пуст. Я не знала, что любой сможет увидеть. Ага. А, это окошко маленькое. Вот какая-то больная девочка. Закрой при этом ноги, старушка, на стуле. Посмотрим. Красная брионетка и змея. Мишка и много других вещей. Это кто? Привет. Ты их видишь? Правда, видишь? Ого. Ого, вижу. Существ, которые следуют за каждым. Ты имеешь в виду тени? Ага. Я их не вижу. Знаю, что они есть. Ты знаешь, что они такое? Да, наверное. Ну, скажи мне, пожалуйста. Ты любишь рисовать? Я обожаю. Вот так легко можно перенести на другую тему. Да, я тоже обожаю. Ну, расскажи мне побольше про теней. Ручка, ручка. Я хочу найти ручку. Я все время рисую. Я хочу найти своего кота. Если у тебя нет кота, нарисуй его. Я могла бы нарисовать своего кота, но лучше я найду его. Ты кот в опасности? Тебе не забрали его? Я знаю. Кто тебе это сказал? Тот, кто преследует меня? Пока. Кто вообще? Аделаэйда Фьюдженс. Фьюдженс. Возраст 7, полженский. История болезни пациента стала жертвой сексуального насилия со стороны неизвестного лица и чуть не умерла. Происшествие повредило слуховые галлюцинации и расстройство мышления. Лечение. Доктор Марсель Дирн сблизился с пациентом при помощи арт-терапии. Она делает успехи. Вот, замечательно. Ууу. Что это ты нарисовала? Эта кровать очень розовая. Ой. Это один из немых клоунов. Мои клоуны. Что? У тебя есть что-то полезное? О, карандашки. Они мои. Мои карандаши. Мне очень нравится этот зеленый карандаш. Можно его взять? Нет, тогда я не могу рисовать зеленым цветом. Это смешно. У тебя много... Да, это так. Но у тебя много других цветов. Да, цветов много. Но знаешь, они не любят, когда я рисую. Кто? Вика, это бедесно сейчас. Ведь сестры, они связывают меня. И когда я хочу рисовать, я не могу. Мои сестры тут какие-то концлагерь. Да, меня тоже иногда связывают больно. Да, я не могу рисовать, я делаю себя больно. И появляется красное молоко. Это называется кровь. Нифига себе. Пожалуйста, вылечи меня, останови красное молоко. Я посмотрю, что можно сделать. Пластырь. Здорово. Ах, спасибо. Можешь забрать карандаш? Теперь иди, мне нужно рисовать. Зачем мне карандаш? Какая классная музыка. Лабиринт. Она не позволяет там играть. Ого, сегодня таван очень густой. Ну, правильно, что не разрешают играть в лабиринте. Вы же озабоетесь. Ой, привет. Вот ты где? Ты должна быть в своей комнате. Дверь была закрыта. Вы оставили ее открытой? Я уверена, что не оставлял. Я знаю, потому что закрыла ее. Да это как я оттуда выбралась? Она была открыта. Хм, не пытайся меня обмануть. Иди в свою комнату и жди доктора. Че, еще и доктора? Нифига времени сколько прошло. У меня нет на это времени. Не хочу, я просто проснулась. Мой любимый зеленый карандаш. Ну, давайте мы тогда на этом закончим. Я продолжу. А пока на этом все. Мы сегодня много всего сделали. Но серия очень длинная, мне кажется. Ну ладно. В общем, всем пока.